В этом потёртом платье фельдшер Мария Нижута из микрорайона Бахчеванжи в Великую Отечественную, рискуя своей жизнью, спасала раненых при обороне Москвы и взятии Кёнигсберга. Ходила в нём и после войны. Достать новую одежду было трудно. Этот и другие говорящие подлинники стали основой постоянной экспозиции о Великой Отечественной войне, открывшейся в Щёлковском историко-кривическом музее в канун Дня Победы. В Щёлковском музее на протяжении 50 лет существования собирались материалы. О людях, воевавших и работавших в тылу, в Щёлковцах. И каждый год эта экспозиция была временная. Мы ставили её на месте с нашим выставочным зале. Сейчас она получила своё постоянное место. Основной упор сделан именно на участии Щёлковцев. Так или иначе, работа в тылу, работа в госпиталях и участие на фронтах. Меньше стало обобщенности, больше конкретики. Экспозиция Великой Отечественной заняла своё место в музейном зале, посвящённом воинам, в центре – пулемёт системы «Максима», в витринах – награды, письма с фронта, фотографии и документы, хранившиеся в заводских музеях и семейных архивах и переданные в дар Кривическому музею. Великая Отечественная война – такая далёкая, такая близкая. Уникальность постоянной композиции в Щёлковском историко-кривическом музее заключается в том, что здесь собраны уникальные подлинные экспонаты наших земляков. Взять, к примеру, ППШ-41 – символ Великой Отечественной. В коллекции личные вещи боевого лётчика, капитана Красной Армии Василия Калмыкова, участника Финской войны, которая закончилась незадолго до Великой Отечественной, экипаж Калмыкова в небе подбила вражеская артиллерия. В соседней витрине – алюминиевая кружка сержанта Михаила Агиенко. На ней процарапана надпись «До Берлина осталось 8 километров» – май 1945 года. Его трофей – немецкая гармонь. Он очень долго к нам приходил в музей. После того, как поселился, он не отсюда призывался, но после войны вернулся сюда, женился здесь. И очень долго приходил к нам в музей. И всегда рассказывал о своих вещах, которые он нам передал в музей. К открытию экспозиции музей приурочил фотовыставку «День Победы». На ней запечатлены участники Великой Отечественной, которые ещё недавно были с нами на праздновании Дня Победы. Я, конечно, сегодня хочу истинно поблагодарить всех тех, кто пришёл в наш краеведческий музей. Конечно, поблагодарить руководство музея за то, что они в преддверии этого праздника организовали такую замечательную фотовыставку. Здесь вы можете увидеть тех ветеранов, которые живут рядом с нами, которые, к большому сожалению, уже ушли из этой жизни. Но мы помним о них, и мы гордимся им. Театрально-концертный центр «Щёлковский театр» показал литературно-музыкальную композицию о первых и последних днях войны с участием младших школьников. Первыми новую экспозицию увидели дети – наше настоящее будущее, за которое воевали их деды и прадеды в самой жестокой войне всех времён и народов. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щёлково». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова